Нефть взлетела до 80 долларов за баррель. Некоторые эксперты считают, что не за горами отметка в 100 долларов. Грядущая зима будет холодной в Европе. Цена на природный газ уже поднялась до 1000 долларов за 1000 кубометров. А что изменилось в сырьевой сверхдержаве под названием Россия из-за долларово-углеводородного дождя? Мы стали жить лучше? Нам обещают, что жизнь станет лучше? Может быть, наконец-таки возвратили индексацию пенсий работающим старикам и инвалидам? Или обеспечили всех школьников горячим питанием? Нет, конечно. Но кое-что и вправду изменилось. Это стоимость топлива на российских заправках, которая превысила 50 рублей за литр бензина. И 30 рублей за природный газ. Ах, да. Правительство наконец-таки решило бороться с безудержным ростом цен на морковку, сахар, картофель, капусту, лук, курицу и другие потребительские товары, что выросли за последний год на 25 и более процентов. Введут коридор, в рамках которого торговые сети смогут повышать цену. Честно говоря, мне очень смешно. Помнится, Путин возмущался ценами на подсолнечное масло и сахар в начале года. Поставил поручение правительству. Мишустин пытался договориться и с производителями, и с ритейлерами, и с транспортными компаниями. Ну как? Сработало? Нет, не сработало. Не расстраивайтесь, друзья. Чтобы жизнь медом не казалась, правительство подготовило для нас рост тарифов ЖКХ, опережающими инфляцию темпами. Вот вы спрашиваете, почему зарплату и пенсию не повышают опережающими темпами? А тут таки да. Просто после 30 лет использования эффективной, в кавычках, властью советской инфраструктуры, она изрядно поизносилась. В среднем на 60%. А в некоторых регионах износ превышает 70% и даже 80%. Эксперты отмечают, что после 50% износа начинается черта, когда проще купить новое оборудование, а не модернизировать действующее. Вот власть довела до последнего. Источникам финансирования по привычке назначили народ. Практика не новая. Точно такой же фокус они провернули с пенсионным возрастом. Как говорится, в любой непонятной ситуации требуй у народа деньги. Друзья, спасибо, что были со мной. Пора объединяться. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok